всем добрый день сегодня у вас очередная распаковка на этот раз опять связано с ноутбуком а именно решил я проверить заработает ли четырех ядерник на ноутбуке toshiba a661en у нас уже была установка двухъядерника на канале то есть когда мы меняли i5 460m на i7 640m прошло два с половиной месяца с этой модернизацией во время тестов аиди показала что данный ноутбук поддерживает непосредственно четырехъядерник так посылки из китая пришла в таком виде ну помимо обычного желтого пакета чтобы его здесь не раскрывать пришла паста китайская но мы ее использовать не будем дальше пришла записка о том чтобы если есть какие-то проблемы вдруг возникли давайте решать ее без открытия спора первый раз я вижу в таком виде пришел процессор то есть без пупырки а именно в картонной обвязке внутри находится сам процессор процессор то есть на этот раз четырех ядерник это i7 840m 4 ядра 8 потоков единственное отличие от i7 640m здесь нету графического ядра но ввиду того что есть дискретная карта непосредственно ноутбуке мы попытаемся установить данный процессор посмотреть как ведет себя данный процессор внутри данного ноутбука для этого мы воспользуемся пастой mx4 arctic еще заменим термопрокладки который там мы были заодно да кстати с момента как я уже говорил установки процессор прошло два с половиной месяца поэтому можно увидеть как ведет себя термопасты непосредственно на процессор и графическом процессор решение замене процессора intel core 7 640m на intel core i7 840m то есть замена двухъядерника на четырехъядерника позволила в результате следующих свойств первое то что у меня есть дискретная видеокарта это geforce gt337 стоит она первая ну и ввиду того что процессор встроены видеокарты есть то здесь отображается intel hd график так как видим характеристики данного встроенного графического ядра процессора посредственно дискретной видеокарты geforce gt330m то есть себя представляет характеристики ввиду того что в процессоре i7 840m нету встроенного ядра поэтому дискретная видеокарта которая здесь установлена поможет взаимодействовать и непосредственно с этим процессором то есть если у вас нету дискретной карты то пытаться менять смысла нет прежде чем менять процессор который мы уже заменили i7 140m на i7 840m двухъядерник на четырехъядерник достаточно много я смотрел и анализировал частности ввиду того что линейка toshiba satelit a660 выпускалась в различных конфигурациях причем toshiba satelit похоже на такую же a660 похоже на такую же семейство a665 практически корпус тот же самый единственно отличается иногда в размере экрана ну и в некоторых отличается видеокарта посмотрев все это то здесь представлено то есть есть вот трехъядерники ставились a7 720 qm той же самой видеокартой ну и так далее если тут смотреть и ставились непосредственно и 5 с встроенным графическим ядром он здесь он nvidia geforce 310 м было достаточно много под этим семейством под этой буквой причем не под этой только буквы а 660 и номера еще и 665 выпускались данные ноутбуки с различные конфигурации процессоров вот здесь вот 350 для 3d версии то есть i5 i3 ну и так далее так вот я нашел вариант этого же семейства где ставился процессор 740 qm причем здесь все практически одинаково по графическому ядру единственно отличается только в том что где-то ставили бюре диски есть тут tv-тюнер но и еще есть ethernet гигабитная сеть в отличие от этого вот зайдя непосредственно в закладку кпу апгрейд то есть мы можем увидеть характеристики 720 qm либо 740 приводятся характеристики что из себя представляют кэши различных уровней ну и так далее какие инструкции поддерживают показан какой степень степень b1 линейки четырех ядерников то есть начиная 720 до 940 qm все эти идут на одном и том же ядре ну и производители назвали именем следующее семейство 940 qm я попаялся ставить из-за высокого тепловыделений 55 ватт по сравнению 45 и тем более по сравнению с 35 который приходится на процессоры двухъядерники ну если учесть еще что 25 там ватт приходится непосредственно сам процессор и 10 ватт приходится на вот этот графический чит который стоит на процессоре суммарно получается 35 ватт и до того что здесь ставились четырехъядерники то есть 45 ватт должен потянуть единственное что меня останавливало для осуществления этого маневра это напряжение а вернее сила тока напряжение этого них одинаковое здесь сила тока была 632 здесь у нас написано 395 но здесь не верьте этой надписи на самом деле у меня на наклейке внизу стоит 474 ампера остальное все одинаково причем если мы посмотрим стандартную закладку на техникал сити то есть сравнение двух процессоров то есть я представляет но обычная структура месяц виду место в рейтинге из всех процессоров существующий на данный момент дальше чем отличается частотные характеристики кэши и так далее температуры но здесь от ограничение по 100 градусов здесь вот по 105 градусов дальше розетки совпадает который у нас вот единственно минус здесь нету вот этой вот инструкции для шифрования так называемого но единственно здесь лучше уже то что здесь поддержится вот эта память для того чтобы возможно был еще один апгрейд который будет следующем видео если все удачно сложится этим процессором так ну и дальше о производительности в различных тестах то есть превышает на 21 процент суммарная производительность а кстати если бы мы взяли максимальный процессор из семейства 4 ядерника 940 xm здесь уже другие возможности и характеристики но они практически совпадают за исключением сотных характеристик процессора по потокам по ядру так ну и вот здесь уже отличие идет на 40 процентов среднем некоторых случаях проигрывает для 32 разрядной систем незначительно еще в одном тесте достаточно значительно проигрывает это преимуществление и есть этот тест и так далее игры стандартные как результирующие преимущество недостатки по результатам можно выбрать тот или иной процессор причем если сравнивать с предыдущим вариантом то есть иметь это вот скоро и пятым здесь уже более существенный прирост идет как мы видим на 47 процентов производительность тоже возрастает так возвращаемся на начало далее то есть вот мне останавливал один момент а именно по силе тока но когда мы меняли а и пятый на и седьмой то есть мы пытались сделать высшую категорию cosmo f60 140 то есть вот здесь вот правильно обозначена сила тока 474 ампера здесь такой же вариант ноутбук cosmo f60 только индекс немножко другой то вот здесь вот ставился тоже четырех ядерник на данном варианте и сила тока то та же самая то есть должен выдержать усилие тока при замене процессоров там с i5 или с i7 на данный вариант процессоров причем я нашел bios для моей версии единственно у меня установлена 2.2 версия там 2.3 отличается незначительно а каждая новая версия поддерживает все предшествующие здесь он добавляется какой-то фикс так вот здесь вот в одном из вариантов здесь есть поддержка именно семейства четырех ядерников непосредственно биосе еще один может быть отрицательный момент здесь вот при взаимодействии с четырех ядерниками памяти ddr3 она принимается как скорость 1666 мегагерц единственный отрицательный момент причем буквы обозначение одинаковое то есть bios одинаковые что здесь то здесь средняя букву обозначает для страны которая вернее у да для страны которая сделалась там европа америка буква у юсей дальше австралия там канада и азия средняя буква говорит именно для какой страны производится данный вариант ноутбука bios одинаковые что вы этого то вы этого значит будут поддерживаться как семейство трех ядерников так и семейство двух ядерников последний момент я нашел там радиатор для данного ноутбука вот этот вот радиатор ставился на двухъядерник графическим ядром вот здесь вот есть называемая бровка так как там графическое ядро имеет меньший размер по сравнению с телеядром процессора и здесь вот показан вариант который устанавливается непосредственно на четырех ядер ну и как видим то есть они практически одинаковые по своей конфигурации все одинаковые медные трубки и так далее то есть по идее из-за того что процессоры ставились на это семейство как двухъядерники так четырех ядерники поэтому система охлаждения выдержит непосредственно замену двухъядерника на четырехъядерник 3 5 ватт в тепловыделении на 45 ватт в тепловыделении тоже чем обусловлена замена на четырехъядерник на двухъядерники а седьмым то есть возможно например смотреть видео ютуба только 2к до 30 кадров в секунду по сравнению с четырехъядерниками здесь можно смотреть из топ 4к до 60 кадров в секунду то и мы потом продемонстрируем когда удачно все поменяем и заменим давайте приступать заменим и так весь процесс разборки я показывать не буду я покажу только момент установки непосредственно самого процессора и установки термопрокладок весь процесс разборки сборки есть на моем канале когда мы меняли процессор i5 360 на i7 640 м кому будет интересно можно будет посмотреть на моем канале давайте приступать в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У ноутбука Toshiba Satellite A661DN, в отличие от Satellite A661FM, есть одна функция, а именно вот она, NVIDIA Optinx технологии. При данной технологии дискретная видеокарта не может работать без встроенной видеокарты в процессор. На данный шаг Intel предложила двум компаниям, то есть это зеленым NVIDIA, ну и красным это IT, ну и нынешнем варианте AMD. Вторые не согласились, а NVIDIA пошла на этот шаг. Ну и в результате, то есть при данной функции дискретка либо включена, либо отключена. И включается она только при взаимодействии вместе с процессором, в котором есть графическое ядро. Поэтому на данный ноутбук можно установить только процессоры с графическим ядром на нем. В частности, максимальное, что можно установить на данный ноутбук, на данную материнскую плату, это i7-640M. То, что есть на моем канале. Процессор без видеоядра, который мы пытались установить, а именно i7-840QM, здесь не установился. Вернее, он установился, то есть он включается, ноутбук загружается, единственное, не будет у вас экрана. Экран будет черный. И связано именно с этой вот технологией. Что из себя представляет технологию, можно почитать при желании. Например, на одном из этих сайтов. Но в результате, то есть мы можем получить максимально с этого ноутбука, а именно поставить процессор i7-640M. Так, ну по идее можно было процессор i7 без видеоядра 840QM отправлять обратно к китайцу. Но мы немножко пошли другим путем, и в следующих видео вы увидите, то есть как можно установить данный процессор на ноутбук. Будет ли работать две планки по 8 гигабайт, а общий объем памяти 16 гигабайт при этом процессоре. Так что до следующих видео, а именно в двух видео будет показан этот вариант. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok